добрый день точнее добрый вечер добрый вечер добрый вечер рада приветствовать вас сегодня лишь 17 июня в такой период важный довольно таки период для нашей планеты земля намасте приветствую вас мы приближаемся с вами к летнему солнцестоянию я вас поздравляю с этим очень рада кто присоединяется очень-очень рада вижу и сегодняшний эфир будет посвящен теме как раз таки теме летнего солнцестояния но тема такого сакрального смысла сейчас поймете почему и что я имею ввиду мы сегодня с вами поговорим о йоге 21 июня отмечается международный день йоги правда замечательно то что мировое сообщество выделила такой день еще и при том не простой а именно день летнего солнцестояния к йоге и сегодня в в этом цикле тоже четвертая передача четвертый эфир по теме речь как инструмент формирования судьбы я вас приветствую и давайте же посмотрим каким образом йога связано с речью каким образом йога связано с судьбой я думаю что вам будет намного интереснее это узнать именно йогу такой более широкий смысл и мы даже узнаем несколько смыслов так как сама расшифровка слова йога оно глубинное и на нескольких уровнях как любое слово русского языка я сейчас говорю о русском языке хорошо давайте я коротко расскажу кто я чем я занимаюсь пока люди как раз присоединяются к эфиру меня зовут виктория тодорова еще одно имя тарина и я занимаюсь тем что делюсь своим путем делюсь своими находками озарениями инсайтами своим путем с людьми которые созвучны которые тянутся притягиваются и я делаю это разными самыми способами например путешествие это игра лила это изучение родной речи это раскрытие внутреннего потенциала существует множество разных практик и я сама пользуюсь ими для того чтобы стать более разносторонней наверное для того чтобы видеть мир немножко другими глазами например когда я стала писать картины маслом я увидела что мир оказывается не плоский или даже не 3d он намного шире он объемнее поэтому я вас тоже призываю раскрывать свои таланты писать картины заниматься музыкой изучать языки танцевать все это очень очень нам нужно живы в городе дублин занимаюсь своим любимым делом тренер личностного роста уже девять лет ну девять лет это с того момента когда я получила диплом тренера личностного роста бизнес и как life and бизнес коучей это официальная скажем 9 лет ну а так я занимаюсь этим делом уже давно и принципе даже наверное с лет 12 и как я помню себя у меня уже была тяга делать массажи у меня была тяга познавать мир и немножко с другой стороны как раз в это время появилось очень много интересной информации интересной информации о друидах о гороскопах нумерологии хиромантии как раз вот все это было идеально приглашаю вас в свое путешествие в конце нашего эфира я расскажу немножко о наших путешествиях что мы делаем для тех кто останется кому будет интересно давайте начинаем и так добрый вечер я приветствую вижу я кто написал добрый вечер вам и так слово йога слово йога и сегодняшний эфир посвящен международному дню йоги и дню летнего солнцестояния который состоится 21 июня ну давайте начнем с того что наш язык на котором мы говорим с вами он волшебный это язык космический язык древний есть такие мифы легенды которые говорят что на языке русский язык является я не буду говорить что это основа это уже удаленный язык от того космического первозданного языка на котором общаются существа на других планетах это сказки мифы легенды поэтому я не говорю то с научной точки зрения не вас не воспримите это никоим образом так очень много чего хранится интересно в наших сказках кстати я да если вы интересуетесь где же наши русские славянские веды это наши сказки даже сказки птицы гамаю чего это стоит почитайте йога каждое слово нашего родного живого языка есть аббревиатура есть предложение знаете также в китайском языке когда человек начинает изучать китайский язык каждое слово раскладывается по образам и рождается предложение точно так же у нас мы почему-то вдруг думаем что нас по-другому любое имя человека любое слово оно из себя рождает и объясняет само себя ну например слова радуга то что я говорю возможно вам знакомо радуга ра это сияние ду 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 два и га это путь путь передвижение или же дуга можно сказать дуга сияющая дуга если еще глубже смотреть то получится ду дуальность это два или более ду означает два или более не обязательно именно два то есть множество но не единство радуга это сияющий путь два или более путей вот такое одно из объяснений слова радуга на каждом своем жизненном отрезке человек познает все больше и больше все глубже и глубже суть каждого слова ну например слово человек если подумать чело и век чело выданное навек будем говорить что чело на сто лет если смотреть глубже то чело это вместилище образов да то есть вот это вот место третий глаз это есть вместилище образов или экран внутренней проекции третий глаз скажу вместилище мысли образов так будет наверное вернее а век это единица времени или измерения во времени таким образом человек это уже будет не просто чело выданное навек а это будет человек существо которое мыслит во времени мыслит не только сейчас и настоящим моментом а во времени человек и таким образом слова можно Можно объяснять просто, и с каждым погружением, с каждым уровнем своего развития у человека появляются новые ключики. Вот так, как, например, ключики стали появляться у меня. Вначале мы с вами просто изучаем буквы, входим в школу, далее мы начинаем писать, потом далее вдруг я выясняю, что оказывается не просто буквы, а буквица. Это набор энергий. Бука или боги. Бука, бог, боги. Это энергии. Бог – это энергия, различные энергии. В нашей буквице содержится 49 основных образов. Буквица – это один из, скажем, простейших способов записи вот этих энергий. Простейших их было 49, далее буквица была изменена. Таким вот образом укорачивали наш язык. Вот 49 образов, 49 энергий. Я буду рекомендовать вам очень эту книгу. Называется «Пособие по древнерусскому языку». Буквица, если вы можете её найти. Можете заказать её у меня в сентябре месяце. Я её привезу сюда, в Европу. Итак, буквица стала азбука, по которой мы с вами изучали в школе язык. Азбука или алфавит нам дали. Альфа-вито. Первая, последняя буква греческого языка. Альфа-вито. Азбука, азбуки. А буквица – это есть название нашей древней системы письменностей. Притом, одной из самых простых. Одной из самых простых. Другие виды письменности, точнее, системы – это была все светлая грамота. И коруна. Ещё интересная информация вам. Коруна – это набор рун. И минимальный набор такой рун, коруна, древнеславянского языка или древнерусского языка, уже знаете, иногда путаюсь, состоит из 256 основных рун. А на самом деле их несколько миллионов. Это я слышала такую информацию, утверждать я точно не буду. Как вы понимаете, всё, что сейчас я говорю, я делюсь этой информацией, пережитой мне и узнанной более 10 лет назад. Тем не менее, так, чтобы сказать, что я лично видела источники, трогала или те же самые руны, нет, этого нет. Потому что информация, она засекреченная и лежит далеко в архивах. И даже людям, которые изучают это, нелегко попасть в архивы и найти вот эти древние письмена. Я видела много фотографий. Но так, чтобы утверждать вот точно и говорить, что я права, ни в коем случае делать этого я не буду. Итак, идём с вами дальше. Точнее, мы начинаем. Йога. Что ж такое йога? Давайте запишем. У меня прямо здесь доска. Всё как полагается. И пишем с вами слово йога. Йога. И что ж такое йога? Я запишу ещё немножечко по-другому. Йога или Йо-га. Если вы были или смотрели мои предыдущие передачки, эфиры, то вы уже наверняка знаете, один из основных слогов в русском языке – это га. Га, которое означает движение, перемещение в пространстве. Именно перемещение телом по, скажем, в нашем трёхмерном пространстве. То есть га – это движение. Буквица Йо. Что ж такое буквица Йо? Ранее она записывалась вот таким вот образом. Вот это вот буквица Йо. Эти буквицы были убраны из нашей речи по каким-то причинам. Ну, для того, чтобы проще сделать. Вот сейчас же тоже у нас происходит то же самое. У нас упрощают образование, упрощается речь, упрощается, убыстряется. И так, чтобы было понятно, как можно большему количеству людей. Ну, точнее, это делается намеренно для того, чтобы снизить уровень интеллекта людей. Для того, чтобы узнать вот образ вот этой вот буквицы Йо, даже само написание вот этой буквицы Йо, Йота, она называется Йота. Вы, возможно, слышали, что такое Йота. Как говорят, он ни на Йоту не продвинулся. Вспомните, как ещё можно Йота, где ещё, как использовали. Я вот слышала только в этом контексте. Ни на Йоту не узнал, ни на Йоту не продвинулся. Так вот, образ буквицы Йота я сейчас вам ещё зачитаю. Образ буквицы Йота – это путь познания. Это самый такой, как бы, главный и образный, самый главный образ буквицы Йота. У меня есть прекрасная книжка, которую рекомендую тоже приобрести Азбука. Приобрести не только родителям, а также деткам своим купить. Замечательная книга, очень легко просто написана для детей. А сама суть в конце этой книги, которая родителям будет очень интересна. Она не совсем детская, она довольно-таки книга для взрослых. Итак, образ буквицы Йота. Познание, расширение уровня осознанности. Осознание смысла бытия. Осознание своего предназначения. Высшие знания, глубинные познания. Постижение глубинной суть явления мира. И так далее. То есть, вы чувствуете, что это Йота. Йо – это есть движение вверх. Буквица Йота – это познание, это расширение, это самопознание. Прежде всего. Поэтому, если мы с вами сложим. Итак, мы с вами объединяем образы. У нас есть один образ Йота и второй образ Га. Движение, передвижение. Объединяя вместе путь познания и передвижение движения, мы с вами получаем движение, рост, путь познания, скажу так. Путь познания в прямом смысле. То есть, Йога – это и есть путь познания. У меня такое пришло озарение во время инструкторского курса, когда это был 2015 год. Я как раз изучала уже буквицу. То есть, даже не то, что изучала, это постоянный процесс. Я постоянно изучаю, приходят новые мысли, слышишь новые слова и познаешь глубину этих слов, значение этих слов. И мой учитель Анатолий Пахомов, он так и сказал, Йога – это путь познания. А я сижу и думаю, а интересно, знает ли он? Он это делает с точки зрения вот этимологии слова? Или оказывается, что нет. Это официальная трактовка. Йога – это и есть путь познания. А почему именно сейчас мы с вами расшифровали? Чтобы немножко еще углубиться, вот эти вот буквицы, они, кстати, являются рунами одновременно. Буквица – это упрощенная коруна, упрощенный вид для, скажем, для не особо умудренных людей, потому что руны – это священные знаки, священные письмена рунические, которые имеют огромную силу, это космический язык. Поэтому буквица, она намного больше проще, более простая, и ее мы с вами можем познавать, конечно же, с меньшим риском, скажем, потому что руны имеют очень большую энергию, и с ними надо аккуратно пользоваться рунами. Итак, Йога – путь познания. Расшифровали мы с вами это слово. Если сейчас… Давайте узнаем еще следующий секрет. Кто такой Йог? Я убираю, стираю вот это вот. Давайте с вами посмотрим, кто такой Йог. Так, пишу. И нужно еще знать, что для того, чтобы узнать значение слов нашего языка, часто расшифровка велась не только чтением слева направо, а также справа налево. Давайте прочитаем с вами слово Йог справа налево. Что у нас получается? Получается оно слово ГОЙ, которое на сегодняшний день малоизвестное. Но оно известно, вот это вот слово ГОЙ в наших сказках. Например, когда Баба-Яга встречает Иванушку, и она спрашивает, точнее, говорит, ГОЙ, Йеси, ты добрый молодец! ГОЙ – это энергия созидательная, мужская, упорядочивающая пространство. Ну, для того, чтобы вам еще привести такие примеры. То есть, даже не ГОЙ, а правильно это будет ГОЙ. Буквица Гэ имеет другую силу. Гэ – это глаголить. А Гэ, буквица Гэ, она имеет немножко другое такое значение. Это преподносит такой оттенок красота, как Гэ – гарна девчина. Или вот ГОЙ – это сила, именно красивая, гармоничная, мужская сила, сила созидающая ГОЙ. Или ГОЙ, если правильно, это будет ГОЙ, но не ГОЙ. И человек на определенном этапе развития, мужчина, познающий мир, становится ГОЕМ. То есть, он должен создать себе, построить дом, заложить сад, ну, естественно, вырастить детей. И он это делает с помощью вот этой ГОЙной силы. Далее, через время, человек начинает совершенствоваться, мудреть, скажем уже, через какое-то время, молодой ГОЙный такой, молодец, ГОЙ, он становится человеком мудрым, умудренным опытом. А именно, он понимает то, что вот это вот пространство, которое он создал, упорядочил пространство вокруг себя, что оно удерживается и находится в балансе только тогда, когда ты сам внутри находишься в гармоничном состоянии. И с возрастом, или с мудростью, которая приходит человеку в идеале с возрастом, человек начинает познавать себя и обращает внимание уже не на пространство вокруг, а обращает внимание внутрь себя. Именно тогда он становится ЙОГОМ, или ЙОГ. Вот он, ЙОГ. И ещё раз, смотрите, буквица ЙО, путь познания, ГЕ, если говорить ГЕ, как ГЕ, глаголить, передавать мудрость. ГОЙ можно расшифровывать уже следующими словами. Во-первых, ГО – это внутреннее движение, ГО, а вот это вот И, как и краткое, это у нас будет энергия, спускающаяся с небес. Вот такая вот буквица, которая сохранилась в украинском языке, в белорусском она сохранилась, если я не ошибаюсь, дайте мне знать. Энергия, спускающаяся на землю с источника, от источника прям луч опускается вниз. ГОЙ, да, таким вот образом. Это просто современное написание, краткое, и на самом деле не было в древнерусском языке. Итак, мы с вами разобрались. Кто же такой ГОЙ? ГОЙ – человек. Мужчина, именно мужчина, это не женщина. Это мужская сила, сильная, проявленная сила, упорядочивающая пространство вокруг себя. Это воин, созидатель, творец, строитель. Есть ГОЙ или ГОЙ. И далее человек, обращающий взгляд уже внутрь себя, который перешел на следующий уровень своего развития, становится йогом. Человек, который понимает, что изменить окружающее пространство или сохранить его в определенном состоянии можно только находясь в определенном состоянии, то есть контроль идет изнутри. Это человек йог. Следующее, чем я хочу еще с вами поделиться, думаю, что эта программа будет очень интересна инструкторам йоги. Следующее. Давайте посмотрим еще, что такое, пишу, йога. Йога, как мы с вами поняли, это философия. Если, исходя из значения, опять, из русских слов, даже из рун, из рунического нашего, из рунического написания, ГА, путь, ЙО, передвижение. ЙО – это путь познания. Йога – путь познания. Или же, исходя из того, что человек, исходя из того, что йог – человек, контролирующий себя, свое внутреннее состояние, то йога – это и наука, которая помогает управлять окружающим пространством через себя, познавая себя, только-только себя. Путь познания обращен внутрь себя. Йога. Читаю с вами наоборот. Справа налево. Углубляем наши с вами знания. Я записываю. Как жалко, что нет такой, как бы, обратной связи. Может быть, я буду рада вашим комментариям. Пожалуйста, пишите. Итак, ОГОЙ. Всё, правильно получается. ОГОЙ или ОГОЙ, если правильно. ОГОЙ. Если бы среди нас сейчас были бы Словаки или Турки, они бы сразу сказали ОГОЙ. ОГОЙ. Так вот, слово ОГОЙ – это и есть пожелание хорошего дня. Это и есть приветствие. Даже тут не связано именно со словом ДЕНЬ. Это приветствие. Мы желаем человеку ОГОЙ. Мы человеку желаем ЙОГУ на самом деле. Вот вам ещё одно такое вот слово. Или продолжаем раскрывать суть слова ЙОГА. Интересно узнать, что посёлок ОГОЙ находится в Туапсинском районе Краснодарского края. ОГОЙ. Там, кстати, есть очень хорошее место для отдыха. Такая база. Я сейчас не по... Югведа называется. Югведа. Посёлки ОГОЙ. Интересно, знают ли они, что ОГОЙ означает йога? Я думаю, что знают. Движемся с вами дальше. Сейчас я посмотрю. Подсмотрю в свои записи. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам вопросы вы... Задавайте мне вопросы. Пожалуйста, пишите. Ага, вот ещё что с вами я не раскрыла. Это мы с вами посмотрели ОГОЙ йога. Немножечко давайте вспомним буквицу. Нашу родную буквицу. Почему вспомним? Потому что мы с вами все говорили на буквице. Мы все изучали. Когда-то в каком-то воплощении буквицу. Итак, что я хочу сказать. Ну вот первая буквица алфавита А. А, образ, источник. Сейчас я вам прям прочитаю. Зачитаю. Из этой же прекрасной книжицы, которая называется «Азбука». Так вот образ буквицы А. Исток, начало, изначалье. Новое, первое, первооснова, причина. А также АЗ. Человек-бог, живущий на земле. То есть изначалье. Смотрите. А. На что оно похоже, если смотреть по написанию? Я вам сейчас подскажу. Вот оно на что похоже. Смотрите. Похоже на лук. Разве нет? Лук и с тетевой. Есть еще одна прекрасная буквица «Я». А точнее, она произносится не «Я», а «Е». Как бы такой носовой «Е». Это раньше не было «Я». «Я» – если вы произнесете сейчас несколько раз слово, букву или звук «Я». «Я» – и произнесите «Е». Когда мы произносим «Е», у нас энергия куда идет, почувствуйте вибрацию, где «Е». Вот как раз в области лобных долей. Так вот, не было «Я», было «Е». Был язык. Были язычники. Люди, говорящие на одном языке, они были язычники. Язык. Так вот, «Я» – это. Сейчас это у нас буквица «Я». Это очень интересный, прекрасный образ, чтобы мы знали, что ж такое «Я». Я зачитываю. «Восходящий ввысь образ, тот, который в себя все вобрал, верховный иерарх жизни, начало, причина всего сущего». И далее идет. То есть, кто такой «Я»? «Я» – это восходящий вверх, образ, стремящийся вверх, растущий, познающий, двигающийся вверх. Вот здесь вот уже и заложено само предназначение человека, кто такой «Я». И интересно, смотрите, как получается, что вот здесь вот, если это лук и тетива натянутая, то вот это и есть стрела. Это как раз-таки то, да, что дает движение вперед. «А» и «Я». Наши буквицы, они имеют начертание, написание совершенно непроизвольное. Это если вы начнете изучать буквицу, то вы заметите, вам объяснят, почему именно «О», да, почему именно вот там кругом получается, почему «А» выглядит так, почему «Я» таким образом. То есть, начертание – это там такая геометрия идет, сакральная. Это очень интересно вообще начать изучать буквицу. И я вам настоятельно рекомендую, если вы хотите познавать мир и жизнь глубже, а именно буквица поможет вам жить более осознанно. Когда вы говорите на языке осознанно, вы видите мир четко. «А» – это как снять пелену с глаз. Вы понимаете каждое слово другого человека, вы понимаете, если он начинает лукавить, хитрить. Очень помогает в бизнесе, потому что, когда пишутся договора, вот есть разница, например, но это не бизнес-термин, но все равно уединение и одиночество. Какая разница? Существенная разница. «У» – «Един» – «У» – «Единение». «У» – это стремление, приближение к чему-то, стремление к единству. А одинокий человек или одиночество – это один ночью. Или же один око с одним оком. Неполноценный человек всего лишь с одним оком. Вот такая вот разница в словах, разница в формулировке. То есть вы будете чётко относиться к каждому слову и видеть мир более чётко. Вас труднее обмануть. Поэтому буквица – ну, это одна из причин, почему надо изучать свой родной язык, происхождение слов. Это намного интереснее жизнь становится. Итак, это «А». Первая буква «Аз». Это не «А», это «Аз», извините. И «Е», носовое «Е» читается «Ен». «Ен», да, такая вот буквица «Ен». Восходящий вверх образ, а это исток изначалья. И следующая буквица «Ё», о которой мы сейчас говорили, я её ещё разочек запишу. Они очень похожи. Смотрите, вот это вот «Е», да, то есть «Я» восходящий вверх образ. Но что с ним произошло? Оно отделилось от целого, оно отделилось от потока, который идёт сверху, да, от небесного потока. Немножечко отделилась структура. То есть когда-то она была здесь, но сейчас она вышла из неё. И вот этот образ как раз и есть, если по-современному написать, это есть «Ё». Это есть познание, ещё раз прочитаю для тех, кто сейчас только присоединился к нам. Образ буквицы «Ё». Познание, расширение уровня осознанности, осознание смысла бытия, осознание своего предназначения, рока, постижение глубинной сути, явление мира. Хорошо, сейчас расскажу вам немножечко о сказочной бабе-яге. Расскажу вам сказки. Меня называют «Великой сказочницей», и я именно так, наверное, и хорошо преподносить себя, чтобы люди воспринимали информацию. Она информация для новичков совершенно непонятная. Она какая-то космическая, какая-то, может быть, запредельная для одних людей. Для других людей, наоборот, когда они слышат эту информацию, они говорят, как будто я это знала, или знал, это, да я это знала, что это так. Иногда это ощущается прям в каждой клеточке кожи, прям дрожь идёт, что вот она родная информация, я так давно её искала, она наконец-то появилась. То есть у всех по-разному. Так, кто такая баба-йога? Если мы с вами сегодня говорим о йоге, давайте поговорим о бабе-йоге или бабе-яге. По-русскому баба-яга, да? Хотя сейчас мы с вами понимаем уже, что не было буквицы и звука. Я был звук Е, вот она ЕГА. Баба-йега или баба-йога. Так вот, бабушка, точнее, даже не бабушка, она баба. Баба означает, сейчас в Индии, на данный момент баба означает просветлённый человек. Просветлённый, достигший определённого уровня развития. Я говорила это тоже, по-моему, в первой своей передаче, где баба-ба это врата жизни. Врата. Точнее, баба-ба это врата жизни. Потому что женщина, родившая сына, она продолжает род своему мужу и продлевает род и открывает врата жизни. Поэтому баба. В Индии же баба это просветлённый человек. Баба в нашей культуре это женщина умудрённая, это женщина, которая уже родился сыном, она становится бабой. А баба-йога это была красивая женщина, очень красивая, молодая, с красными сапожками. Именно баба-йога занималась тем, что собирала детей-сирот, оставленных в результате, без родителей, оставленных она, собирала детишек-сирот и увозила их в свой приют. В приют храма рода. И вот эти вот дети, которые уже оставались без родителей, у нас не было сирот. Забирали сирот члены другой семьи. Точнее, не другой, в начале своей семьи. Потом, если уже свои сородичи умерли, тогда уже других семей. Но в нашей истории было очень много случаев самых разных войн. И бывало такое, что выжигали все селения до тла. И детишки такие оставшиеся, тогда забирала их уже баба-йога. И в самом начале вот эти детки, которых она уже привезла, проходила, эти дети проходили посвящение. Каким образом происходило это посвящение. Очень интересно, что вот эта информация очень соединяется с информацией, скажем, о ритуале ягья, который сейчас есть в Индии. И повсеместно люди, но обязательно раз в жизни человек делал вот этот ритуал ягья. Как раз этот ритуал очень откликается с тем, что делала баба-йога. Каким образом она приединяла или объединяла детишек к капищу рода, которому они потом в последствии служили. И как же это выглядело? Когда эти детки, она привозила детишек в свой скит, самое первое это было посвящение в храм рода. Каким образом? Естественно, через огонь, через самую высшую стихию посвящения огнем. Огонь это также и очищающая стихия, вы знаете, что очищение прежде всего чем свечкой, огнем. Сильнейшее, самое сильное очищение это у костра во время празднования Купава, это хождение по углям. Это и есть самое сильное очищение, а также утверждение духа. Потому что огонь работает именно с духом человека. Дух, крепкий дух, это направление, это стержень, это также крепкий позвоночник. Это когда у человека есть цель, есть стремление именно в дух, небесный дух. Ну я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, это не душа. Душа это наши, скажем, чувства, эмоции, это то, что мы вбираем в себя на протяжении всей жизни. Это душа от духа, это нечто космическое, постоянно существующее, нерожденное, неумираемое, это есть божественный дух. И таким образом, баба-йога, взяв детишек, она привозила их в свой скид. Детишки проходили первое посвящение именно через печь, ра, ра-сияние. Печь ра или печь ра. Детишек определенным образом усаживали на лопату, и происходило такое посвящение. Они туда заходили, их точнее помещали в эту печь, и далее они, опускалась заслоночка, дети оставались за ней, в другой части печи. А здесь, в передней части печи, зажигался, возжигался огонь. Для чего это делалось? Детишки уже прошли определенную ступень, черту. Они забыли свое тяжелое прошлое, потому что такие дети-сироты, они остались сиротами в результате войн, в результате каких-то неприятностей. В любом случае, для них это было нелегким, прошлое. Поэтому это прошлое очищали. Детишки оказывались в другой части печи, опускалась заслонка, и здесь зажигался огонь, очищалось все их прошлое. Люди непосвященные, люди, скажем, иностранцы, или же уже позднее это с пришествием христианства на Русь, когда видели люди, которые не были знакомы с нашей культурой, они это и видели, что детей сжигают в печке. Они не могли и не знали, они не имели понятия, что дети на самом деле оставались живыми, что это был ритуал посвящения, ритуал, прежде всего, очищения, и дали посвящение детей Богу роду. Такие детки оставались служить уже в капище рода и проходили свое обучение. И вот таким образом, потеряв родителей, дети всегда были под присмотром. Не было детей без родных или не было сирот. Вот она, кто такая баба-йога. Это не та старуха с костяной ногой. Это красивая молодая женщина, которую очень любили дети, бабу-йогу. Если вдруг где-то появлялись детки-сироты, то, естественно, созывали бабу-йогу. Баба-йоги, она была не одна. Они жили, эти бабы-йоги, в разных районах, в разных местах Древней Руси. В каждом, скажем, в одном месте была одна баба-йога, в другом месте вот эти вот баба-йоги, это их было предназначение, заботиться о сиротах. И, конечно же, они жили во благо рода, породителя нашего рода, и вообще рода природы, и вообще породителя вселенной бога-рода. Вот кто такая баба-йога. Или же баба-йога. Как мы с вами узнали, буквы Я не было, был образ, и была буква Е. Я-га, есть еще такое слово. Ну, вы уже понимаете. Я-га, е-га, йога. Они все так переплетаются. Я-гья. Как раз-таки ритуал, который сейчас делают в Индии. Мы тоже несколько раз проводили. У меня была возможность участвовать на Я-ге. Я-ге это и есть огненный ритуал посвящения. Я-га, ритуал очищения, очень мощный Я-ге. Один из самых, точнее, он самый мощный ведический ритуал на сегодняшний день. Какой мне известно, не буду я категоричной очень быть, но это сильнейший ритуал, мощнейший ритуал изменения своей собственной судьбы при помощи главенствующей стихии огня Я-гья. Далее. У нас считается, самая старшая женщина в роду, это и есть Е-га. То есть вы сейчас можете подумать, кто у вас в роду самая старшая женщина. Она и есть Е-га. Она и есть... Достойна ли она нести имя бабы йоги? Я жду ваши вопросы. Это еще не все. У меня еще кое-что припасено для вас. Тоже интересно. И сейчас мы с рунами немножечко поговорим еще о рунах. И я жду ваши вопросы с нетерпением. Интересна ли вам эта тема? Так, еще секундочку. Так, вот читаю вопрос. Очень интересно. Оля, благодарю. О, круче ведьмы, да? Баба йога была... Это была одна из самых-самых мудрых ведьм. Не буду пугать людей, чтобы люди узнали вначале, кто такие ведьмы, кто такая ведьма. Я, например, не ведьма. Я не ведающая мать. Потому что у ведьмы, у ведающей матери было несколько детей. Как минимум ранее считалось 16 детей. То есть 16... 16 это священное число. 16 каналов или 16 потоков энергии в нашем человеческом теле присутствуют. 16 основных потоков энергии. То есть каждый поток энергии с каждым ребеночком человеку открывается, открывается больше мудрости. И вот ведьма, это та, которая имела 16 детей. Открытых 16 уже потоков энергии. Она была мудрая. Вот такая вот была ведьма. Это не... Сейчас, как говорят, минимум трое, чтобы быть ведьмой хотя бы троих детей. Вот такая информация. Так, еще сейчас посмотрю следующий вопрос. Так, как потом становились... Кем становились детки? Они становились священнослужителями. Да, и шли по пути йоги. Именно Богу Роду уже была посвящена их жизнь. Богу Роду. Кто такой Бог Род, мы тоже сейчас с вами поговорим. Давайте, наверное, я продолжу. Кто такой Бог Род? Род, природа, народ, порода, родина, уродина. Да, сколько слов? Уродина. Слово, которое у нас в русском языке на сегодняшний день его исказили. Если брать польский язык, то уродина. Ой, это ж такая красивая девушка. Она уродина. Красавица. В украинском языке в род лива. В род лива девчина. Красавица. Это только у нас сейчас исказили и сделали так, что уродина это... Вы понимаете. Кстати, идет как раз-таки разница юродивый и уродина. Уродина это красавец, это мудрый человек, это первый ребенок, посвященный Богу Роду. То есть первый ребенок в семье, который рождался, он, этот ребенок, его жизнь, его уже посвящали Богу Роду. Посвящали Богу Роду, это не значит, что он уходил в монастырь или был обязательно священником. Нет. Просто этот ребенок был как бы вот цель его жизни. Автоматически первый ребенок, он и шел, он считался, что самым сильным в семье, самым сильным ребенком. Вот такой, кто такой уродина. И мы сейчас с вами как раз переходим к рунам и переходим к тому, к символам, к древним знакам и символам. Давайте начнем вначале с руны Йога. Как раз-таки осмотрим руну Йога. Очень интересно. Вот кто знает руны Футарка, это Ера. Вот я вам еще покажу, вот как выглядит вот такая вот руна. Вот она. Ну, то же самое, что я написала. Итак, это буквица, извините, Ера, руна. 24 руны и одна пустая руна в коруне Футарка. У нас она одна из 256 славянских рун. Довольно-таки значимая руна. В первой своей передаче я говорила о том, что такое слово. Если вы помните, если нет, посмотрите. Слово. И давайте я напомню, что такое слово. Как раз-таки это очень связано с этим. Вот у нас есть такая буквица. Буква С. Свет. Это свет. И свет у нас есть такой, и есть свет такой. А есть у нас свет следующий. Давайте рассмотрим с вами. Первое. Вот как С такое. Свет наполняющий. Далее. Свет разрушающий. Или очищающий. Почему разрушающий? Потому что, когда слишком много очищения, идет разрушение. А здесь единение и такой, и наполняющий, и разрушающий. И это есть еще знак Перуница. Или вы видите молнию. Есть такая руна Соулу в футарке. Тоже. Сейчас я прочитаю. Я не специалист по рунам футарка. Да, Соулу. Все верно. И вот такая вот у нас руна. Свет наполняющий, разрушающий. Перуница объединяющая. И означает озарение. Мгновенное сияние озарения. Вот это есть Перуница. И я думаю, что вы уже тут усмотрели, да, что есть руна наполняющий свет и очищающий свет. И вот вместе вот это и есть руна йога. В футарке йера, в славянских рунах, это есть йога. Это есть соединение, единение наполняющего света и очищающего света. Вот такая вот мудрость. Этот символ я встречала в кельтской вязи. Ну, она кельтская сейчас, ее называют в Омской области. Там тоже в Сибири такая же вязь была. Такие же орнаменты похожие. Поэтому, ну, будем говорить, что в кельтской вязи. Она выглядела немножко... Так, мне сейчас трудно нарисовать. Ну, я видела, знаете, где Rock of Cashel в центре Ирландии? Есть место, где снимался Крепкий Орешек, место коронования и трона королей ирландских, кельтских. И там стоит разрушенный кельтский крест. Огромный, высоченный, разрушенный. И у основания, по всему периметру основания вот этого креста идут руны йога. Йога-йога-йога-йога. Я вот эту фотографию еще приложу на Фейсбуке, чтобы вам было видно. Каким образом это руна? Вот, то есть, если вы посмотрите дизайны, символы, где-то, ну, символика внутреннего пространства старых домов еще, вы тоже можете найти вот эту вот руну йога. Руна йога, если изобразить руками, то вот таким вот образом получается руна йога. Сюда же отходит, кстати, относится и слово хатха. Если раскрыть значение хатха, что такое хатха? Хатха-ха-ха-ха это положительная энергия. Ха-ха-ха-ха. Энергия Вселенной, энергия Космоса. Ха-ха-ха. Тха-ха-ха-ха-ха-ха. Это энергия, наоборот, печали. Да, когда печалится человек. Тха-ха-ха. Тха-ха-ха. Расширение познания. Тха. Уединение, вбирание в себя. И опять вдох, расширение, наслаждение, выдох, расслабление, познание себя. Именно когда тха, ха. И вот таким вот образом ха-тха, йога, означает расширение или вдох, или вдох и выдох. Также мужское и женское. Вот такая вот интересная руна. И если дальше перейти, уже немножечко дальше, вот эта руна еще изображается. Если бы ее можно было бы нарисовать, скажем, без углов, то она бы выглядела вот так, да, примерно. Ну вот, то же самое мы делаем с вами, рисуем без углов. И следующее, немножечко усложняю. Я сейчас и перехожу вот к чему. Перехожу вот к этому символу, который вы знаете, который, он известен, известен как инь и янь. И притом здесь очень важно, чтобы вот это было белое, и вот это было черное. И опять в одной из своих передач я уже рассказывала об этом, если я не ошибаюсь, по-моему, и раскрывала эту тему. Давайте рассмотрим. Ну, если правильно, это, наверное, вот так больше повернуть. Ну, хорошо. Итак, вот в этом знаке, в этом символе, как раз-таки этот символ, он немножечко напоминает. Смотрите, если сделать закругленными. День и ночь, мужчина и женщина, энергия, сила наполняющая, сила очищающая, есть единение мужского, женского, ха и тха, свет, темень. И если посмотреть, расшифровать вот этот символ с точки зрения современного русского языка, то здесь будет не инь и янь, здесь будет, я вам просто подсказываю, уже многие знают, кто со мной общается, кто слушает передачки. Начинаем. Буковка Рэ, вот она. Здесь вот у нас идет вот так. Да, вот она, буковка. Догадались? И общее единение это у нас, ну, напишу я здесь, вот. А точнее, давайте сделаю уже правильно, пусть это будет все правильно. И мы с вами получили символ, космический символ Бога Рода. Кто такой Бог Род? Породитель, который состоит из мужского и женского, из темени, из света. Вот он, Бог Род. Если уж смотреть, инь-ян говорить, то инь, как мы с вами уже знаем, я, нь, ну, будем говорить ян, у нас не инь-ян, в нашей культуре ин-ян, ой, наверное, плохо видно, да? Ян и инь-ян, мы с вами разбирали, уже сейчас разобрали с вами эти образы. Я, восходящий образ познания мудрости, да? Это стрела, вот она, тетива лука, стрела, которая взлетит. Н, образ буквицы Н, это наш, наш родной, близкий, приближенный, свой родной. И наоборот, смотрите, как идет, это есть источник, тот источник, который находится выше нас, и энергия, спускающаяся от него, спадающая сюда вниз, на землю. То есть я, энергия возрождения, энергия восхождения, и наоборот, опускание, энергия принятия, энергия впитывания. И ин, ян, ин, и вы догадались, это мужчина, мужская энергия, рост, движение, и ин, это женщина, это успокоение. Вот таким вот образом можно с помощью буквицы, если начинать изучать образ буквиц, то жизнь станет намного интереснее, намного насыщеннее. И еще, наверное, то, с чего, возможно, надо было мне начинать сегодняшнюю передачку, это о том, что же такое йога согласно йогическим письменам, согласно ведическим письменам йога. Так вот, первое упоминание слова йога было найдено в Ригведе много тысяч лет назад. Вот, и упоминается оно в контексте, дается образ слова йоги, как упряж, связь, упряжка, союз, обуздание, соединение. То есть я несколько сразу образов привела для того, чтобы было более понятно, что же такое йога, именно в том контексте, в котором оно существует, упоминается именно в Ригведе. Связь кого с чем? Связь колесничего человека, тот, который управляет, или даже духа, скажем, то есть это тот объект, который управляет пятью лошадьми, гнедыми, ну не буду говорить гнедыми, живыми, сильными, мечащимися пять лошадей. Это наши чувства, это наши органы восприятия. Так вот, с помощью йоги или с помощью вот этой упряжи, человек, который находится в колеснице, с помощью йоги, инструмента познания, он контролирует свои пять чувств. То есть йога идет, видите, как интересно, прям все совпадает. Йод, йога, соединение, объединение, союз, контроль, да? Путь познания. Вот такое вот широкое значение слова йога. И, как мы знаем, я еще хочу сказать, что йога это намного шире, чем просто асаны, которые мы с вами делаем в студии. Йога это путь познания, это инструмент, с помощью которого можно и нужно находиться в состоянии, можно находиться в состоянии счастья, в состоянии осознанности, в состоянии радости, принятия, независимо от каких бы то ни было внешних обстоятельств. Вот с помощью йоги мы это и делаем. Это постоянный путь познания, как мы знаем, что нет предела к совершенству. Мы с вами стремимся и находимся на этом пути познания. Я вас поздравляю с наступающим днем йоги, который состоится 21 июня. И, в принципе, вот это вот и все на сегодня, что я хотела рассказать, поделиться с вами. И сейчас 5 минут хочу рассказать вам о предстоящих путешествиях, которые у нас будут. Если у вас есть вопросы, пишите, я с радостью отвечу. Основная тема раскрыта и немножко я сейчас расскажу вам о путешествиях или о мероприятиях ближайших, которые ожидаются. Сейчас я посмотрю вопросы, я увидела, здесь появились. Супер послание. Благодарю. Похоже на Ини-Янь. Вот все верно, Лара, все верно, абсолютно верно. Так оно и есть. Все у нас переплетается. Если смотреть на культуры наших народов, живущих, проживающих на Земле, у нас в глубине одна культура, одни и те же символы. Почему? Да потому что матрица такая. Потому что мы с вами пришли на Землю, здесь определенная энергоинформационная матрица, мы в ней живем. Мы в ней живем по ее законам и на определенном уровне уже жизни, на определенном уровне сознания, к чему как раз и ведет йога, мы можем стать выше, выйти из двухмерного вот этого мира, приподняться выше и понять, что на самом деле научиться управлять миром через себя, через свое внутреннее состояние, что и делает йог. И при том это делать ни в коем случае не в противовес, а наоборот в единении, в соединении, чему вот опять еще раз повторяюсь, в значении слова йога как раз нас и учит, оно нам дает вот эти вот интересные моменты дополнения, дополнения к этому всему. И еще вопросик здесь был. Интересная информация, благодарю, я очень рада. Очень рада и планирую продолжить вот эти вот интересные для меня, знаете, они интересные, надеюсь, и для вас. Такие эфиры прямые. Давайте мне, пожалуйста, темы, темы для таких эфиров. Что вас интересует, я буду рада подготовиться на самом деле. Вот этот каждый эфир, это для меня экзамен, я сама перед собой сдаю экзамен. Я готовлюсь, куча лекций, информации, книг. И потом преподношу это вот на суд, скажем, на ваш, на суд высших сил, на суд свой собственный. Благодарю вас. Итак, минутка рекламы. Ага, хорошо, фамилия Родыгина. Очень интересно. Ну, конечно же, Род. Конечно же, фамилия Родыгина. Родыгина. Ну, Род, я вам, это уже однозначно. Далее, мне приходит информация по поводу фамилий. Я делаю, провожу тоже такие консультации. Если вам интересно, обращайтесь. Мне самой очень нравится эта тема, когда соединяешься с Родом человека, человек дает фамилии. И по фамилии можно прочитать предназначение Рода. Как говорят, на Роду написано. А что написано на Роду, да, вот это само имя Рода, оно и объясняет многое за себя, объясняет, куда стремиться, к чему стремиться. По крайней мере, то, что заложено в вот в этом фамилии, в имени человека и дает нам подсказку. И если, конечно же, поменять имя, как вы знаете, меняется и судьба человека, это однозначно, так оно и есть. У женщин есть большой плюс. Мы женщины объединяем, и мужской Род, и женский. Фамилию мужа, и фамилию свою. И у нас с вами получается в два раза больше покровителей. Покровители мужа и покровители со своей стороны. То есть нам, женщинам. А для чего это такое дано, вы можете догадаться. Потому что детишек надо рожать, воспитывать. Нужна нам двойная такая помощь и сила. Еще посмотрю, какие есть вопросики. Задавайте. Один все едины. Да, один. Да, один едины. Так же, как и... Интересно, бог Один, скандинавский бог Один. С одним глазом. Я думаю, не секрет, правда, что Один, оно и есть. Как раз-таки само за себя отвечает, рассказывает. Хорошо. Я благодарю вас и прошу вашего внимания. Точнее, даже не прошу, а просто расскажу немножко о путешествиях. В эту субботу отправляемся мы в недельный круиз на парусники. Замечательный парусник. Нам повезло. Мой турецкий партнер нам дал VIP. Люкс парусник. Прям такой, как бы, апгрейд сделал. Поэтому еще есть возможность вам присоединиться. Я все-таки это объявлю. На недельку. По самой-самой лучшей стоимости. Из самых-самых вообще замечательных условиях. Ага. Так. Сейчас я продолжу трансляцию в Инстаграме. Пишется, что заканчивается время. Ну, кому интересно, присоединяйтесь, да, вот к этой трансляции, повторной в Инстаграме. А в Фейсбуке продолжаю. Итак, неделька круиза, йога круиза по турецким островам Средиземного моря. Очень и очень интересно. Это будет ближайшее время. Так, сейчас секундочку прошу вашего. Ага, так. And. Поделиться. Есть. И продолжить. И сейчас я продолжу. Есть. Это у нас будет в июне в самое ближайшее время. Дальше. В августе месяце два путешествия по Грузии. Два восьмидневных путешествия у нас. В начале с восьмого по шестнадцатое августа. И с... Не, с восьмого по семнадцатое. И с восемнадцатого по двадцать шестнадцатое августа. Грузия, моя любимая страна, моя родина. Приглашаю вас. Это будет оздоровительный тур. Потому что каждый день мы будем принимать горячие источники. Ходить в горячие бассейны. Там два бассейна. С горячей водой. Будет у нас, естественно, минеральная вода питьевая. Остановимся в интереснейшем городочке. В малоизвестном городочке для туристов. Оно известном в своем прошлом. Имеет широкая известность в своем прошлом. Городочек Абастумани. Вот это вот Грузия. Она замечательный, интересный тур. По местам, которые мне известны с детства. Но они малоизвестны туристам. Такие вот интереснейшие моменты. Можете посмотреть. В фейсбуке есть группа осознанных путешествий. Присоединяйтесь. Там я оставлю репортажи. Делюсь. Далее. Путешествие в Непал. Нижний Мустанг. В Непал и Верхний Мустанг. На ваше усмотрение 10-дневное путешествие. Или же 20-дневное путешествие. Очень интересно. Мустанг это мистические места. Мистические края. Где до сих пор люди живут во многих местах вообще без электричества. То есть надо это иметь в виду, если вы отправляетесь. Но, конечно же, силу мы берем с вами у природы. Силу берем там, где есть, можно сказать, дикость. Такая вот дикая природа. Там и есть сила. И еще вас приглашаю в Гоа на 8-дневный ретрит, который состоится в ноябре и в марте. Это будет ретрит с погружением, ретрит с изучением себя, творческий ретрит. Это будет рисование, танцы. Это будут медитации. Мы с вами будем узнавать себя и учиться работать со своими эмоциями. Сохранять энергию, которую мы часто с вами выплескиваем. А мы будем, наоборот, учиться осознавать ее в теле. Мы будем учиться, как эту энергию оставлять себе. Или же отправлять ее, кроме того, что становится сильнее на Толику какую-то. Как ее можно отправлять на реализацию своей мечты, своих желаний. И до 22 июня присоединяйтесь к нам к путешествию, 10-дневному йога-ретриту на Мальдивах с Анатолием Пахомовым на чудесном острове Камаду, где будет йога, экскурсии, купание, релакс, теплое общение, костер, танцы местных жителей. Это красивейшие коралловые рифы, ныряние, естественно. Это будет вкусная еда, солнце, белоснежные пески. Я пытаюсь передать свое состояние, и сейчас прямо аж вошла в эту роль. А также интересно узнать, что Мальдивы — это есть коралловые острова, это есть живые острова. То есть сам остров — это верхушечка дерева, огромного дерева, которое растет со дна океана. И вот на этой верхушке мы будем с вами жить. То есть это абсолютно другая энергетика, энергетика коралла. Кому интересно узнать кораллу, что вот интересно вообще. Энергетика кораллов. Вот если кому-то коралловые камни, например, хорошо носить, то коралловые острова посетить вам уж точно нужно. Много чего интересного. Следите, пожалуйста, за нами, за мною, за будущими эфирами. Задавайте вопросы. Я очень ценю ваше участие и ваши вопросы. Всего хорошего. Намасте. Поздравляю вас с наступающим праздником йоги и со светом по свету. С вами Виктория Тарина Тодорова. Продолжение следует. Продолжение следует.